Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли и самолеты в кораблях. Сегодня в рубрике «Улетная школа» мы обсудим и посмотрим на практике работу навыка «Отчаянный для авианосцев». После моего последнего видео про глобальную переработку перков для авиков, мне пришло несколько писем, в которых игроки утверждают, что навык «Отчаянный» бесполезен для авиков, что он якобы работает криво, что якобы какие-то там фиолетовые якобы спецы говорят, что он не нужен. Про этот навык споры давно уже не утихают, поэтому пришло время расставить все точки над «О», тем более в рубрике «Улетная школа». Сейчас, как обычно кратко и по существу, я все расскажу, покажу и докажу на фактах. Вы же не забудьте подписаться на канал и поддержать его по мере возможности в эти непростые времена. Итак, перка «Чайный» работает таким образом, что чем больший процент ранения ваших самолетов во всей эскадрильи, тем сильнее прирост их скорости. То есть красный самолет дает прибавку больше, чем желтый. Но также важно понимать, что чем больше размер вашей эскадрильи, тем меньше доля ХП этого раненого самолета в общей массе. На практике это означает, что пока эскадрильи большие, бонус от раненых самолетов работает не сильно, хотя и уже ощутимо, что я скоро покажу на практике. Но по мере того, как ваша эскадрилья уменьшается, влияние бонуса становится все сильнее. В итоге прирост скорости на быстрых самолетах может достигать очень и очень значительных величин, что позволяет не только эффективнее проводить атаку, уменьшать время нахождения в ПВО, и даже на некоторых авианосцах реально уходить от истребителей. Они вас просто не догоняют. Но также изменение скорости ваших самолетов самим фактом этого изменения приводит к тому, что ПВО по вам попадает значительно хуже, так как оно ориентируется на прогнозные показатели и не учитывает внеплановое изменение скоростей ваших самолетов из-за действия отчаянного. А потом мне в комментариях пишут, мол, джедай, почему твои самолеты ПВО не сбивает, а наши сбивает? Ты читер что ли? Как обычно, большинство случаев якобы читерства оказывается грамотным применением игровых механик. Теперь посмотрим на практике влияния отчаянного. Но сперва отмечу, что я не агитирую вставлять отчаянного в сборки всех авианосцев. Он эффективно работает только на быстрых самолетах, так как его влияние оказывается в процентах от базовой скорости. Также не всегда хватает очков, чтобы взять отчаянного, так как есть более важные навыки. Но, например, на Хакурю или Манфреди навык заходит просто идеально и дает очень и очень ощутимый практический бонус. Смотрим, что же он дает самолетам Хакурю. Начнем со штурмовиков. Максимальная скорость их без влияния навыка составляет 242 узла. Начинаем атаку пока еще полной эскадрильей и видим, что по мере ранения самолетов скорость возрастает уже до 251 узла. То есть прибавка составляет 9 узлов, что уже солидно. После того, как мы вылетаем из зоны ПВО, мы имеем эскадрилью, которая на форсаже уже может стабильно разгоняться до 250 узлов. Дальше видим, что по мере уменьшения эскадрильей бонус еще более возрастает. Мы уже разгоняемся сперва до 261 узла, а потом и вовсе до 271. То есть на целых 20 узлов больше скорости без навыка. Скажите мне, прибавка 20 узлов к скорости самолетов это мало? Это ерунда? Очевидно, что это просто читерская суперфишка. Особенно, когда такой бонус дает возможность в наглую уходить от истребителей. Что я, кстати, показывал в своем недавнем видео по Манфриду, где утопил 7 кораблей. Но никто этого не заметил, хотя я намекал. Видим, что на выходе имеем теперь стабильную, то есть не в рывке, скорость самолетов на форсаже 267 узлов вместо базовых 251 узла. Это очень полезно. Теперь смотрим торпедоносцев. Максимальная их скорость на форсаже без навыка 218 узлов. Пока эскадрилья полная, навык отчаянный дает небольшой бонус, который постепенно возрастает по мере уменьшения количества самолетов. В итоге мы видим, что в момент атаки скорость достигает уже 234 узла. И это еще не предел. То есть имеем прибавку к скорости 16 узлов. Это мало? Это очень круто. И в некоторых случаях именно благодаря такой прибавке мы сможем дотянуть самолетами до еще одного пуска торпед. Или же успеть вывести раненую группу из зоны ПВО после атаки. Бомбардировщики. Скорость без навыка 226 узлов. Затем мы разгоняем скорость перком до стабильных 244 узлов, имея прибавку 18 узлов. Нужно быть дилетантом, чтобы не понимать, насколько важными в бою могут стать как эти дополнительные целых 18 узлов к скорости, так и сам факт ее внепланового изменения. Думаю, что после этого видео вы будете по-другому смотреть на некоторые вещи. Также надеюсь на вашу поддержку этого канала. Ссылка на донатку в описании. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Субтитры создавал DimaTorzok